Рынок урана удивил ростом цен. Стоимость сырья уже вторую неделю подряд превышает 81 доллар за фунт. Это рекордный уровень впервые с февраля 2008 года. После аварии на японской атомной электростанции Фукусима-1 многие страны начали сокращать использование атомной энергии. Но украинский конфликт вновь обратил внимание на ядерную энергетику, как дополнение к возобновляемым источникам энергии. Эксперты не исключают, что в ближайшее время, возможно, начнется бум атомной энергетики. В частности, австралийская БОСЭнерджи уже объявил о перезапуске проекта добычи урана, который был законсервирован более 10 лет назад. По рынку урана можно сказать два соображения. Во-первых, то, что цены вышли на максимальный уровень за 15 лет, значит немножко другое. Дело в том, что долларовая инфляция за это время примерно 45%. Иначе говоря, для того, чтобы обновить цены с учетом инфляции, ценам на уран еще расти и расти, это надо учитывать. По сути, надо еще примерно 40% роста, чтобы сравнились они с максимумом 15-летней давности. Это были другие доллары. Во-вторых, почему растут цены? Потому что атомная энергетика сейчас появилась у нее второе дыхание. Как известно, Евросоюз признал, что атомная энергия является зеленой, да? Хотя еще пару лет назад об этом велись жаркие споры. Теперь на основании газового кризиса, угольного кризиса, атомная энергия вдруг стала зеленой. В настоящее время развитие атомной отрасли идет по многим направлениям. В связи с этим потребность в урановом сырье возросла, отмечает эксперт. Основными производителями сырья в мире является Казахстан, потом Намибия, Нигер. Восьмое место в списке занимает Россия. По мнению аналитика, цена на уран будет расти еще ближайшие 5-7 лет. Особенно активно сейчас разрабатываются мини-реакторы, которые располагаются, скажем, на кораблях, на несамоходных, а также реакторы, которые используют уран, обогащенный до 20%. Такие новые топливные сборки, которые компактные, которые очень энергоэффективны. Он нужен американцам, он нужен французам, он нужен китайцам. И, наверное, китайцам в первую очередь. Во вторую очередь американцам, в третью очередь французам. Я сейчас говорю про доли рынка. Поэтому все кинулись за ураном и борются за поставки урана, в первую очередь, из Казахстана. В связи с этим, коль скоро покупателей много, а продавец практически один, ценник, соответственно, растет. И, наверное, будет расти еще некоторое время, пока не выяснится, какие из проектов по атомной энергии будут эффективнее всего. И тогда мир на них сосредоточится. Продолжение следует... Продолжение следует...